Всем привет! Сегодняшняя серия будет очень интересная, надеюсь, для вас Потому что для меня она поистине интересная Вчера мы забрали тридцатку со стоянки Но так как вчера был сильный дождь, мы решили перенести съемку всей серии на сегодня Сегодня вроде дождик не прогнозируется И вообще я хочу начать историю этой тридцатки То есть эта история начиналась очень давно Еще года три-три с половиной назад Когда у нас еще работала моя СТО Нам позвонил клиент и говорит, что у меня есть тридцатка Но она стоит на стоянке У нее выпал шток кулиса Я не могу тронуться То есть приедьте, пацаны, меня заберите Я хочу, чтобы вы сделали мне полную реставрацию автомобиля Чтобы был такой красивый стритовый проект Я такой, ну хорошо, давай обменялись телефонами И потом человек пропал Но я как бы про него забыл И все И тут несколько дней назад мне пишут В личку, что есть такой-то, такой-то автомобиль Объясняют фотографии, скидывают Я понимаю, что это тот самый автомобиль Который должен был приехать ко мне на ремонт Несколько лет назад Ну, конечно же, мне очень интересно было Я приехал его посмотреть Оказалось все очень печально Потому что хозяин был по техпаспорту Он потерял все документы То есть у него от машины фактически остался только лишь один ключ зажигания И то он не знает, где он Найти хозяина по техпаспорту Оказалось тоже невозможно Так как он живет за границей И, в общем, восстановить документы никак невозможно А так как машина простояла на стоянке уже очень длительный срок И за стоянку никто не платил Поэтому хозяин стоянки и хозяин автомобиля договорились В общем, автомобиль перешел в собственность стоянки Я приехал, грубо говоря, выкупить эту недвижимость Уже у собственника стоянки И, значит, ключа нет Руль никак не проворачивается Мы его погрузили на эвакуатор Сгрузили, наверное, на базе у нас И сейчас мы поедем, попробуем его запустить Так скажем, воскресить мертвеца И попробовать на нем проехаться Ведь изначально это была исправная машина Ну, там всего лишь выпал шток кулисы Это как бы небольшая проблема Я взял с собой домкрат Взял еще несколько всяких инструментиков Надеюсь, все будет более-менее нормально Но простой все-таки, я думаю, так просто Так просто, короче, ничего не будет Потому что там реально открываешь капот И там просто ужас Ну, в общем, сейчас я подъеду И вам все это более подробно покажу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, пойдемте хоть посмотрим На то, что мы же купили Купили на разбор Так как нам нужно еще вытянуть С этой машины кучу мелочевки На наш проект с С-14 двигателем Который также есть у нас на канале ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я думаю, говорить о том, что состояние печальное Я даже не буду У нас открывается только лишь одна дверь Как открывается вторая, я покажу позже Очень наглядно Это очень просто И глянь, какой здесь ужас просто творится Но на самом деле Хорошо, что нет подрулевого пластика Всего этого Потому что я думал его снимать Так как у нас руль Он залоченный Для того, чтобы его разлочить Можно резко дернуть Чуть-чуть выломать Внутрянку руля Можно так его разлочить А в нашем случае у нас рулим техник Поэтому нужно как-то разлочить руль Чтобы не ломать руль Хоть он и потрепанный Но его можно перешить И он будет стоить реально денег Давайте, ладно, это упустим Откроем Оп Откроем капот Для начала хоть глянем Что там под капотом творится Это Это бабушкин сарай Просто жесть Так, конечно же Капот сам по себе не держится Нужно его чем-то подпереть Есть метла Ставим Куда-нибудь ее Будет аккумулятор А я забыл взять аккумулятор Ладно, сейчас где-то будем искать Надо какую-то другую палочку покороче Сейчас найдем Найдем палочку Какой-то мусор О, держится Отлично Аккумулятор Вот, состояние кузова Я думаю, понятно По вот этим всем дырам Потому сколько раз его латали Реально Реально печальное состояние Я думаю, восстанавливать Даже если были бы документы Смысла вообще нет никакого Хотя очень жалко Это оригинальная 320 BMW Рестайловая Ну, будем разбирать Так, давайте посмотрим О, возьмем в Мерседесе Надеюсь, владелец не будет против Опа Чирик Накидываем Кленки Так, что Будем ждать чудо Так, какую-то подверточку найти Еще Так Нашел я Отверточку А, перед тем Как Вообще пытаться завести Автомобиль Который долго стоял И непонятно, что с ним Наверное, все-таки Стоит попробовать Прокрутить коленвал И выяснить Вообще Крутится двигатель Или нет Сейчас возьму ключик Ключик На 24 Засовываем Руку Гинеколога Одеваем Опа Пробуем укрутить Оп Ну, в принципе Проворачивается Да Проворачивается Это Уже легче Уже полбеды Ах, теперь снять Как-то назовем Зараза Слезай Конечно жесть Зачем так запускать машину Да ладно Я не могу Теперь снять его С этой стороны Блин Конечно жесть Колупаться Вот такое вот Грязище Ради контента Я надеюсь Вы оцените И поставите Пару лайков Комментариев Потому что В последнее время На ютубе Как-то с просмотрами Реально Очень плохо Если что-то не идет Надо побахнуть Все Ключ сняли Итак Значит Что у нас Звук есть Следующим этапом Я думаю Нужно проверить Если вообще Хоть какое-то масло Какая-то тряпочка Пойдет Чик Да Выше среднего уровень Есть Конечно оно Странного цвета Ну Оно могло напитать Очень много Влаги За все это время Думаю Завести Нам этого хватит И давайте Попробуем Дыркнуть Так Аккуратно Оператор Не упадите Так Завести Тридцатку Очень легко Вот наша Контактная Группа Которую Кто-то уже Перемотал Хомутиком Мы просто Выдергиваем И тут видим Пипочку Только Вставляем Отвертку И пробуем Как бы Даже не схватывает Что это значит Это значит Что нужно Проверить Искру И бензик Есть ли бензик Так Проверять искру Надо вдвоем Кто там Свободный Есть Саня Иди сюда Саня не надо Саня не надо Так Дадим Саня ключ А я буду Иди Садись Искру Проверять будем Сейчас Подожди Возьму свечу Саня тоже Это БМВист С опытом Да посмотри Тот же контактная группа Короче тут будешь Прокручивать Не подожди Свечу Так Скидываем люльку Куда нибудь На массу кинуть А ну давай Да Стой Стой Искра есть Тогда Почему А Блин Ладно Вылезай Значит Вернемся К заводке Что не так С этими свечами По крайней мере С первой Вторая Нормальная Третья Такая же Четвертая люлька Не одета Вообще Кто-то Видать Пытался Что-то Сделать И одел В общем Свечи В общем Есть два вида Свечей С наконечником Вот таким Вот А есть Вот такие Вот свечи БМВшные провода Под свечи С наконечником А здесь Почему-то Стоят обычно Поэтому Никакого Никакой Искры Нет Давайте Какие-нибудь Свечи Повтыкиваем Сюда Более-менее Людские Попробуем Дальше Заводить Еще У оригинальных Проводов БМВшных Такой Нюанс Что их Нужно Так Очень Туго Насаживать На свечу Как бы Это пошло Не звучало Но они Реально Плохо Садятся Поэтому Нужно Быть Внимательным У меня Тоже Когда-то Такое Было На моей Еще Тридцатки Сомн Двадцатка Я как-то Так Позапихивал Вроде Защелкнулись На самом деле Не защелкнулись Я на четверила Пятерила Но только Не шестерила Так как Нужно Чик Так Шутки Хондоводов Так Значит Это есть Теперь Проверим Есть ли Бензик Саня А ну Давай Заводи А я Сейчас Сниму Обратку Посмотрим Течет Что-то С обратки Или нет А ну Не С обратки Ничего не течет Они течет Потому что У нас нету Бензелина Так Релей Бензонасоса У нас Находится Вот здесь Но давайте Попробуем Попробуем Завести Чисто проводами Еще одним Насосиком Сейчас я побегу Найду насос Провода И все будет Так Я раздобыл Бензонасос Непонятный Так Трубочка Это будет У нас Обратка Втыкаем Значит Подача Надо Отверточка Так Отверточка У нас Осталась Здесь Очень удобно Расположена Подача И обратка На BMW Не нужно Никуда Лазить Все В открытом Доступе Вообще Старые тачки Очень удобны В обслуживании Их еще Проектировали Инженеры Так Давай Слезай Уже Блин И Маркетологи Здесь Особо Не касались Поэтому Опа Отличный Шланг Все Доступно И очень Ремонтопригодно Содеваем Непонятно Какой Насосик Чик Чик Немного Зафиксируем Здесь Как нежно Какие-то Перебитые Провода Судя По всему Бело Черный Это Это Что-то Неважное Бело Черный Это По-моему Красный Синий Режь Не Режь Не По-моему Это Что-то Неважное Здесь Какое-то Кубло Проводов Но Это Тоже Мне кажется Неважное Так Подача Обратка У нас Есть Какой-то Проводочек С клеммами Сейчас Накинем По Береку Попробуем Завести Запустить Так Бензин Нальем Стаканчик Наверное Много Стаканчик Бензина Ай Блин А нас еще один Аккумулятор Хотел Наверное Принести Сейчас Секунду Эдвин Ладно Возьму Сам Так Сейчас Нам потребуется Помощь Зала Эдвин Прошу вас В салон Нет Заводить Будешь Понял Где Контактная Группа Вставываешь Отверточку И Проворачиваешь Увидел Вот А я буду Работать Релюхой Бензонасоса Сцепление Не надо Коробка Кулиса Отключена Так Погружаем Бензин Потек Ярик Бачок Сейчас Надо В правильную Сторону Не должно Сейчас Сюда Да Бензин Уходит Обратку Сюда же Всунуть Обратка На месте Сейчас Подожди О Идет С обратки Давай Заводи Не Не газуй Не газуй Пусть Поработает Вы Видели А ну Газни Голоши Ну в общем Практически Все Осталось Сделать Нормальную Топливную Систему Всю Всю Трассу Проверить Бензонасос И можно Попробовать Выехать Конечно же Подсоединить Кулису А еще Разлочить Руль В общем Сейчас Мы этим И займемся Обратку Мы сняли Выкинули Подачу Тоже Снимаем Очень Сильно Хочется На ней Прокатиться Потому Что Мотор Будет Продаваться И все Остальное Посмотреть На Общее Состояние Поскольку Его Можно Будет Оценивать Ух ты Блин Все Собираем Обратно Все Как Было Так Обраточка Обраточка Конечно Все Такие Шланги Уже Задубевшие Реально Полноценно Для того Чтобы Полноценно Эксплуатировать Эту Машину Нужно Сделать Практически Невозможное И В принципе Ее Судьба Тедошла Тоже Очень Порванный Ну Ладно Будем Собирать То Что Есть Хомутик Упал Вот так Обычно В гараже Пол дня Или ищешь Хомутик Который Только что Упал Или ищешь Ключ На 10 Или на 13 90% Времени Проходит Именно Так Так Все Хомутик На месте Сейчас мы его Отправим По своему назначению Надеюсь Проводка На бензонасос Не перегнила Очень сильно Не хочется Кидать Временную Новую Проводку Потому что Полноценно Восстанавливать Что У меня нет Желания Если честно Так Одеваем Шлончик На место И даже Закручу Его Потому что Сгореть Тоже Как бы Не сильно Прикольно А самое Интересное С этой машиной Будет происходить Конечно же В конце Серии Поэтому Не переключайтесь Заодно И посмотрим Насколько Гнилая Машина Хотя Судя По Лонжеронам Подставочкам Здесь С кузовом Все Очень Очень Сильно Печально Так Здесь Закрутил Здесь Хомутик Вообще Конечно Я удивлен Что Она Так Быстро Завелась Капец А кто Сюда Поставлял Эти Свечи Вообще Которые Не Этот Не Канают Под Этот Мотор Я Не Знаю Видать Кто-то Пытался Не Сильно Умный С ней Что-то Сделать Я Не Говорю Что Я Сильно Умный Он Просто Может Быть Чуть Чуть Умнее Я Сильно Умный Что Не Может Хомутик Затянуть Сейчас Конечно Все Делаю На Быстросъемах Типа Класс Класс И Все Но На самом Деле Мне Больше Нравится Классический Вариант С Обжимными Хомутами Не Знаю Как-то Понадежнее Это Все Выглядит На самом Деле Толстые Толстые Пальцы Так Все Хомутик Значит На месте Фильтр Тоже На месте Поставить Фильтр Типа Тоже На месте На аматронике У нас Сигнал На Бензонасос Идет Только При Вращении Коленвала Поэтому Сейчас Наверное Доберемся До Насоса Кто-то Будет Пытаться Дыркать И будем Смотреть Есть ли Вообще Какой-то Сигнал На проводах На том Конце Если нет Будем Что-то Делать А если Есть Будем Раздуплять Бензонасос Бензонасос Так Бензонасос У нас Видно Что Новый По крайней Мере Свежий Попробуем Его Снять Добраться До Клем И Проверить Что-то Сюда Идет Вообще Или Не Идет Конечно Состояние Поднищу Просто От Ас Так Сейчас Я Открутил Бензонасос Сейчас Примитивным Способом Мы Его Проверим Он Циклирует Он Вообще Или Нет Ага Насос Нихтарбайтен Можно Попробовать По нему Постукать Может Он И Раздуплится А ну Еще Разочек Не Мертвый Бжолы Не Гудут Едем За Новым Насосом Итак Мы Купили Новый Топливный Насос Сейчас Надо Перекрутить Переходничок Тот шланг Со Старого Наверное Насоса Ой Колечко Отпало Опа И все Будет Хорошо Но Это Не Точно Текст Потребуется Ключ А может Быть Головка Пойдет Клеммы Плюс Минус Сделаны Специально От другого Разного Диаметра Для того Чтобы вы Не провтыкали У меня Кстати Такое Было С охлаждением Только Было Такое Установили Электровентилятор Спереди Я Товарища Прошу Посмотри Я включаю Тумблер А ты Посмотри Спереди Правильно В правильную Сторон Крутится Или Нет Он Такой Да Да В правильную Потом Я езжу Неделю Чего Чтобы У меня Машина Греется Потом Раздуплю Чтобы Не в ту Сторон Вентиляторы Крутятся Поменяли Полярность И все Стало Хорошо В общем Все Ставим Обратно И Опускаем Даже Есть Рукав Новый Ух 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 Так Ныряем Пока Мы ездили Кто-то Украл У нас Головку Мы как Какие-то Мексиканцы Или эти Афроамериканцев Забытые Лучшие Какие-то Леечки Бутылочки Баночки Проводочки Пока Закачает Звук Наверное Мало Бензина Ану Давай Снимем Обратку Посмотрим Головки Сейчас Нужно Разглочить руль для этого нам потребуется болгарка я пошел за переноской за болгаркой для того чтобы развлочить руль можно взять ножовку и аккуратно перепилять здесь получается механизм блокировки руля такая пипочка которая вылазит под руль и идет тяга к замку зажигания можно вот эту тягу просто перепилить и руль разблокирует пилить обычной пилой это слишком безопасно а мы так не любим поэтому будем пилить болгаркой здесь надо очень аккуратно поэтому отойди пожалуйста наверно в ту сторону и оттуда пили попытаюсь ничего не поломать и не попилить лишнего нормально так руль мы разблокировали зажигание сделали бензин сделали я попробуем выехать проехаться еще и такая лакшери опция электростеклоподъемник и карты кстати здесь очень хорошие это очень дорогая опция для е30 ну от винта в этом году он 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 и и и и и и и и Попробую. Работает нормально. Здесь в салоне очень много дыма. Это значит, что много дырок в салоне. Следующий бурнаут мы будем делать уже на кабриолете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok